Ну да, раньше там был капа, но стена была лысая, и мне говорили все потому что стена хуже. Правда? Спасибо. Нет, ладно, я чувствую себя идиотом. Но вы видите, как я старалась, это даже айпомидорка и курочка-гриль. Потому что я могу. Курочка-гриль. Ну, ты учитываешь, что тогда я вообще... Я тоже периодически в этом местечке бываю. Ой, беняшка, господи, чувак, как же мне тебя жалко. Ну, моя жёнушка была и на старом стриме, насколько ты помнишь. Мы с ней уже второй или третий раз, на самом деле, стримим вместе. Знаете что, давайте мы начнём покупать. Так, кофейная фирма. Недорогая, приносит немножко прибыли. Просто будем покупать, всё по древ. Ну, то есть, нет, всё у чего есть. Бери, будь какая-нибудь. Не, мне, кстати, кто-то жаловался, постоянно приходил и жаловался, типа, чё ты так уверенно ведёшься? Типа, бухай каждый стрим, чтобы вести себя увереннее. На самом деле, это ещё очень зависит от количества людей. Ну, во-первых, от самого контингента, который собирается. Если помнишь, на том стриме у нас было куча людей от Кекса. От Кекса и Мэдисона, потому что там кидали мои ссылки. С одной стороны, это был очень большой пиар, потому что, ты помнишь, у нас 50 было за стрим человек. Это очень много, это катастрофично много. Но был в том числе ещё и неадекватный чат, периодически. Вот, оставались только самые адекватные, но, скажем так, при этом чатом адекватнее, приятнее работать. Вот. Вы у меня адекватные, я вас очень люблю, поэтому не уходите, оставайтесь со мной. Именно всегда. Ну, вы поняли. Ух ты, какая-то ловарница дорогая. Какая дорогая ловарница. А это мебельная фабрика, так, не в стопку. Понимаете, с одной стороны, выгоднее было бы взять какое-то недорогое производство и... Немастер, привет! Как же ты поздно к нам пришёл. Ну, воин, в этом плане у Фантоника очень адекватный чат. Просто он периодически адекватнее, чем мой. Я думаю, ты обратил внимание. Ну, по крайней мере, все стримы, которые я... Я прошу прощения у меня. Я всё ещё болею. Сейчас приду. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ладно, я верну Ну, на самом деле, это интересная идея Ну да, залётный из 2 чая тоже помню Помните нападение из 2 чая? Это было весело Но с другой стороны, они были не так неадекватны Ну то есть... Нет, ладно, они были дико неадекватны Они периодически верили себя очень плохо Вот А, ребята Кто старенький, тот всё знает Мне надо устроить знакомство вас С ещё одним жильцом моей квартиры Его зовут Бенедикт Игоревич И, пожалуй, вы должны просто познакомиться с ним Это очень важно Поскольку Бенедикт Игоревич периодически участвует В наших стримах В отличие от другого жителя моей квартиры Приятно познакомиться Его зовут Бенедикт Игоревич Не бойся Не бойся, Бенедикт Игоревич Тебе жарко, наверное, да, в моей руке? Бедняжка сегодня смущается Ну, вы не учитываете, что... Это первое появление его на народе за последние полгода Примерно Так что, Бенедикт, давай На самом деле, он модерн не моей группы Он модерн чужого стрима, господи Кстати, она не стримит, что ли, сейчас? Или это просто ко мне? Легко сказать морде Ты видишь, он спрятался Он спрятался Нет, его зовут Бенедикт Игоревич Как минимум, Бенедикт Бенедикт это самое короткое имя, которое ты можешь ему дать Так, ладно, мне нужна какая-нибудь книжечка или что-нибудь Бенедикт, почему вы прячетесь? Вы же сами попросили меня встретиться с моими новыми подписчиками Почему вы так стесняетесь? Бенедикт Игоревич стесняется, представляешь? Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь что-нибудь Листок бумаги Книгу и листок бумаги А? Чем все так должно быть? Контроль по химии? Там что-нибудь без печати Вот, поэтому я прошу Так, смотрите, он перестал смущаться Он начал Нафиге он сейчас здесь Да, а можно еще книжку какую-нибудь? Плотную, достаточно небольшую Ну, типа Жюль Верна Библиотечная книжка, лучше Жюль Верна Или Историю России Тоже пойдет Что-то я не дам, а не дам Шо, да, Историю Верна И том Ё Дорого стоит, знаешь, мне нравится Ты не первый, кто говорит мне это Но он великолепен Но он великолепен, ты понимаешь Он очень нежный Он сам по себе очень нежное существо Я не про тебя, я про улитку Про Бенедикта Игоревича Да, Бенедикта Игоревич, ты сегодняшнего дня У нас есть инструментальная фабрика Ни в коем случае Осваиваетесь Будет играть Тут, короче, знаете, все дела Ну, потому что они шикарные Они же очень добрые Мы потратили кучу денег Снова поезд Снова деньги Потрати Ладно, ладно, это я только свое У нас еще пять лет Шесть, семь Семь, да, восемь Ну, где-то семь Блин, зачем же я себе нос бью Постоянно У нас еще семь-восемь лет Чтобы все это поправить Вот Есть, конечно, вариант, знаете Где-нибудь здесь купить какую-нибудь фабрику Типа Изначально невыгодную Вот, типа Нефтеперерабатывающий завод Тихо-тихо Хватит есть бумага Пожалуйста Ну, разве это делает их более злыми? Вы посмотрите, какой он миленький Привет Меня зовут Бенедикт Игоревич На самом деле их едят Но Нет Смотрите, какая лапочка Бенедикт Бенедикт Ты прелесть моя Такая лапочка Ммм Ты моя склизкая прелесть Все, он просто сегодня у нас Ничего он не замышляет Ты посмотри на него Они же лапочка Как можно не любить улиток Они же такие Добрые И нежные Все, Бенедикт Ты сегодня отдыхаешь Как у топ-стримеров Дополнительная камера для улитки На самом деле идея-то хорошая Другое дело, что у меня нет еще одной камеры Но я могу сделать Я могу купить Когда-нибудь Когда мне появятся деньги Никогда Махаха Я все деньги трачу на парики И развлечения Так, что у нас здесь еще есть веселенького Смотрите, у нас здесь мясокомбинат Невыгодный Да А где вы возьмете усы у нашей улитки Ну, вообще возможно, знаете Знаете Ну, смотри Учитывая, что я до сих пор не настрою свой твич Короче, вот там Я не думаю, что твич гол у нас будет скоро На самом деле можно На самом деле у меня была такая идея Ну, по крайней мере Там раз в стрим показывается Наша рассада выросла сегодня так Не, рассада очень быстро растет Поэтому я думаю, что вы можете увидеть Очень большой прогресс даже за день Банально заходя два раза за день Гениально Просто на самом деле Я на том стриме сажала рассаду И у меня она выросла Огромная рассада огурцов Я не знаю, воин Ну, не получилось у меня В общем, я настроила, понимаешь Я даже ссылочку там внизу оставила В описании Но мне сказали, что я его не привязала К аккаунту или что-то такое В общем, пришел фантомик и сказал Этого недостаточно, надо еще Ну, в смысле, что там что-то еще надо В пейполе подтвердить И вообще что-то происходит страшное Вот Конец Короче, что-то, видимо, там надо еще мутить На самом деле, по-моему, удобнее все-таки это делать через Яндекс.Деньги Но смысл-то в сообщениях, которые вы отправляете Наверное С другой стороны, я не Мэдисон, чтобы читать сообщения только от того, кто мне донатит Зашивись Не то, чтобы я завидую, просто мне кажется Это глупо и мне очень радует, как он банит людей, которые, собственно, могут писать в чате Учитывая, что могут писать в чате только те, кто заплатил деньги за подписку для него Ну, просто это смешно Ух ты, смотрите, счет за ночь на стадионе Слоны 1 выше 10 Какая претест Текстильная фабрика Дорогая? Очень дорогая Так, 11 Я не уверена, что мы успеем, но давайте попробуем все равно Нефтеперерабатывающий завод у нас пока, к сожалению, в минусах Но мы не будем его покупать Потому что в минусах Для инструментальной фабрики у нас тоже еще не все Для бумажной фабрики Можно купить, но, честно говоря, у нас и так очень много бумаги Брать бы что-нибудь такое, знаете, с одной стороны дешевое, где очень дешевое оборудование В принципе, мы можем сами построить, конечно Ладно, неплохо Давайте купим что-нибудь в Занзибаре Текстильная фабрика В минусах Ну, соблазнительно так-то, нет? Я не знаю, почему это происходит Правда, ну, то есть It's not my fault Наверное, это какая-то все-таки моя вина, но Не знаю как Вот Мне сказали, что там нужно какое-то еще подтверждение Что-то типа того, в общем Это все оказалось сложнее, чем я думала Вот Я ленивая желтая Я потом это сделаю Потом, потом На самом деле, Фантомик сказал, что просто надо обратиться к нему, чтобы он мне рассказал Я, пожалуй, так и сделаю Это будет проще Слушайте, а может мы правда попробуем построиться в... Фабрики будет немножко подешевле, но если мы туда строимся... Ну, то есть Смотри Изначально Чем больше прибыли у фабрики, тем она дешевле Кстати, можно попробовать использовать Вот, например, у нас есть танго, да? Куда мы сейчас будем строиться Допустим Каза мы не можем покупать Мы можем купить лесопилку Она у нас изначально в минусах Кек, сколько она здесь стоит? 900 Там, кстати, она стоила 850 Нет, по логике она должна стоить дешевле Так, у нас есть мясокомбинат, который в минусах Относительно недорогой Ну, мясокомбинаты просто вообще дорогие Там у нас ничего нет хорошего, так? В Манбасе У нас минусовая инструментальная фабрика В принципе, дешевая, так? Нам нужна для него сталь Где у нас есть сталь? Сталь у нас есть На самом деле у нас есть